доброго времени суток это газовый котел вега модель данного котла именно данного вот так мимак котел вега модель gsg 31 и 5 на 31 и 5 с квадратным связан производительность вот она так ладно вот так он выглядит здесь самое главное нас интересует это газовое оборудование какие неисправности мы рассмотрим у этого котла это то что нажимаем кнопку фитиля за запуск фитиля поджигаем положение как положено там положение там поджига у нас фитиль горит пока мы держим кнопку отпускаем кнопку у нас фитиль гаснет в любом положении ручки так происходит щелкает там или не щелкать неважно нажимаем держим пока держим горит отпускаем гаснет то же самое происходит допустим запустили мы котел отпустили горит фитиль проходит буквально там минута полминуты срабатывает автоматика и котел также гаснет то есть зажигается нормально горит какое-то время буквально там пол минуты или минуту и отключается вот такая вот и проблема как она решается давайте рассмотрим я не специалист газовых системах поэтому обращаюсь к инструкции от газового котла что у меня может возможные причины возможные причины смотрим возможные причины неисправности это газовое оборудование с шутит поэтому пойдем долгим правильно не долгим а по инструкциям так невозможно разрезать котел горелка гаснет недостаточно погреваясь термопар нет кнопку мы держим хорошо термопара должна погреваться хорошо давление газа хорошее недостаточно давление газа системе нет хорошие фитиль хорошо горит повреждена автоматика безопасности или газовый клапан ослаблено крепление термопары нас интересуют вот эти два пункта последних повреждена автоматика безопасности или газовый клапан ослаблено крепление термопары значит нас интересует вот эта книжечка это была книжечка от самого котла а вот книга не Не книга, а брошюра от газового оборудования, которое нас интересует. Которое срабатывает автоматикой. Открываем, смотрим. Здесь. Внимание. Так, так, так. Это абоненту запрещается. Производить настройку и ремонт узлов автоматики. Разбирать узлы, заменять детали и тому подобное. Допускать к обслуживанию автоматики посторонних лиц детей. Это запрещено. Ремонт. Разрешается. Только один вид ремонтных операций. Замена магнитного блока. Пункт 10. Рисунок 3. Это инструкция от газового оборудования. Открываем, ищем. Рисунок 3. Пункт 10. Вот. Этот пункт 10. Это у нас магнитный блок. В инструкции. Его хорошо видно вот здесь. Вот он нарисованный в разрезе. Магнитный блок. 15-й. Вот он у нас. Магнитный блок. Он отвечает за подачу газа. Он электрический клапан. Вот он расположение его. К нему подходят провода. Здесь плохо видно, но одеваются две мамы. Вот этот магнитный блок. Который нам только единственное разрешено ремонтировать и менять самим. Ну или газовым специалистам. Но по крайней мере написано, что разрешено. Один вид демонта вот этого блока. Так. Прежде чем менять тот блок, от него провода идут на термореле, термопредохранители, термодатчики. Как хотите их называйте. Их здесь расположены две штуки. Верхний. Вот в данном котле. Ну там может быть у вас другое расположение. Вот здесь две штуки. Вот этот и вот этот. К ним подходят провода. Они подключены последовательно. То есть сюда, сюда и отсюда пошло уже опять туда. Никакого питания у них нету. Они просто должны аварийные. При определенной температуре они должны размыкать контакты. И газ автоматически отключается. Подача газа. То есть нагрелся до определенной температуры положенной. Сработала автоматика. Газ выключился. На случай каких-то кризисных ситуаций. Неисправности котла или еще что-то. Вот у меня нижний датчик здесь на термопасту. Напрямую на вот этот корпус лежит. И этот воздушный. То есть там отверстие вот в этой крышке. И по температуре воздуха влияет на этот датчик. Они оба одинаковые. Я в конце видео дам фотографии этих датчиков. Как они назывались. Как мы их проверяем? Прежде чем менять магнитный клапан. Просто можно снять штыки. Штыки. У них. Ну вот у одного мы снимаем. Штыки можно прозванивать. Но прозвонка еще раз. На моем вот примере прозвонка ничего не дает. Скажем так. Ну то есть прежде чем менять то, что нам разрешили. Вот это вот разрешено. Единственный вид ремонта. Пробуем. Делаем так. Я уже проверял. Делал уже так. Поэтому и видео решил снять. Закорачиваем. Снимаем клейма с датчиков. Сначала допустим с этого. Или с этого. То есть это проще. Мы ничего не влияет. Мы ничего не трогаем. Ни газ. Ничего. Проще для начала просто проверить. Чем сразу менять магнитный клапан. Магнитный этот блок. То есть здесь замкнули. Это у нас подключенный допустим. Все подключенный. Мы проверяем сначала вот это вот. Мы между собой вот так соединили их. Пробуем. У нас так же происходит все. При отпускании кнопки газ гаснет. Все. Ладно. Проверяем теперь вот этот. Сняли. С датчика. Я датчик уже даже снял. Вот он. Датчик. Замыкаем так. Пробуем. У нас все работает. То есть все работает. Но у нас нет аварийного предохранения от перегрева. Температуры. То есть они на определенной температуре должны срабатывать. Но у нас температура. Это я уже пробовал. Пока нагрелось чуть-чуть. Была 20. Котел был холодный. В любом состоянии. В холодном. Это два контакта должны быть закороченные. Определенная температура срабатывания у него. Когда он размыкать должен эти контакты. Должны разойтись. И отключить газ. То есть перегрев. Поэтому он аварийный. Сейчас я протру термопасту. Посмотрю как он там называется. То есть вот этот датчик. Вот так вот он выглядит. Температурные реле. Она автоматическая. Биметаллическая пластина. При остывании должна как бы назад вернуться. Скорее всего. То есть не одноразовая. Так котел прекрасно работает. То есть ну все хорошо. Но не хватает у нас аварийного датчика теперь. На нем я читаю. Тоже достаточно такой в интернете даже посмотрел. Толковую информацию не нашел. Не смог по крайней мере. Я найти. Может быть вы найдете. 1НТ-11Л-3525. Автографии дам в конце видео. Четкие и с названием. Со всеми делами. Ну и здесь короче. Л-110-15. Я предполагаю что это Л-110 это температура. Его рабочее срабатывание. Поэтому я в магазине Эликом съездил. Нашего города. Электронные компоненты. И приобрел. Такого вот не было. Я брал его с собой. Который мне нужен. Приобрел вот такой вот. ТК-24. 110 градусов. У него срабатывание. Он тоже работает. Они бывают датчики такие. На замыкание. Бывает на размыкание. То есть когда покупать будете. Смотрите какой датчик вам надо. Нам нужен который на размыкание. То есть при температуре срабатывает. Когда он. Он размыкается. А бывает те наоборот. Которые смыкаются. Нам нужен который. Закороченный. В нормальном положении. Закороченный. То есть в магазине должны тестером сделать. Тестер должен засвистеть. То есть замкнутые контакты. Так. Ну я не знаю. Как вот это вот. Сколько температуры вот этого датчика. Не смог определиться. Они говорят. Я не собираюсь. Но ура. Это оставлять надолго. Вот этот 110 градусов. Потому что я не знаю. Можете ставить дизлайк или что-то. Но лучше напишите в комментариях. Если знаете. Насколько градусов. Вот это вот. Фотографии в конце видео там будут. Насколько он градусов. Я тогда поменяю. С вашей помощью. На правильный. Но пока что я ставлю вот. 110. Ставлю на место. Подключаю контакты. И запускаю котел. Если у нас. Не. Помогает. Закоротко. Даже допустим. Вот этих. И того. И того. И того датчика. И вместе их не помогает. То есть. Происходит то же самое. Значит. Неисправен магнитный. Вот этот блок. Магнитный клапан. Здесь уже придется вам отключать газ. И. Либо вызывать специалиста. Либо самим. Ну. Ладненько. Давайте. Сейчас я. Термопасту вот приготовил. Сейчас я его намажу. Как тот термопастой. Посажу на место. И запущу котел. Ну. Вот. У меня тот. Который стоял. Датчик. Я поставил тот. Который привез. На 110 градусов. Фитиль загорит. У меня. Все хорошо. Ну. И опять таки. Говорю. Почему я не показываю показаниям тестерам вам. Мне это не сложно. Что. Закороченный. Обрыв у него. Допустим. Неисправный он. Обрыв. Как бы. Да. Нет. Он. Зараза. Все время разные показания. То у него почти обрыв. То у него. Какие-то омы. То у него килоомы. То нормально. Закороченный. В общем. Биметаллическая пластина. Хондрит. Вот. Такие вот беда. Я даже не показываю показания. Потому, что в любой момент покажу. А он будет разные показания показывать. Не знаю. С чем это связано. Но. Вот на этом такая беда. Поставил тот. Фитиль у меня горит. Так. Запускаю газ. Ну. Это бабахнуло у меня. Я что-то переборщил. Ну. Ладно. Загорелся газ. Все у меня хорошо. Котел горит. Этот датчик никак не связан с подачей газа. Не этот. Не этот датчик. Они не влияют на уровень газа. Как у вас там отопление. Температура отопления. Нет. Они чисто аварийные. От перегрева. От несработки. От. Допустим. Возможно там дымоход у вас забьется. Знаете. Здесь резко. Наверное. Резко температура поднимется. И тогда они отключат подачу газа в систему. Ну. Если подскажете мне сколько градусов надо там. Без дизлайков. Надеюсь. То я буду очень рад. И возможно это кому-то видео поможет. Кто-то столкнется с такой проблемой. Ну. Ладно. Всем спасибо. До свидания. Подписывайтесь на канал. Будет много интересного. На канале не только про котлы. Это вообще первый раз. До свидания. Продолжение следует.